Продолжение следует... Матрица самоотравления. Человек в современном российском обществе с рождения находится в матрице самоотравления. Это среда, в которой созданы все условия для того, чтобы люди отравлялись. Держится матрица на двух столпах. Первый столб – физическая доступность ядов. Алкоголь и табак в нашей стране в шаговой доступности. Оба этих интоксиканта легальны. Они производятся в огромных количествах. Их продают в черте каждого населенного пункта. Их можно приобрести в магазинах вместе с продуктами питания, в ресторанах, кафе и барах. Не составляет большого труда найти и нелегальную отраву. Яд нужно подготовить для процесса самоотравления. Далеко не все смогли бы травить себя чистым спиртом. На вкус этанол – горькая противная жидкость. Поэтому в алкогольных изделиях он маскируется добавлением сахара, сиропа, ароматизаторов. Содержание спирта разное – от высокого до низкого. Чтобы и начинающие могли легче подавить рвотный рефлекс. Чтобы к отраве приобщались даже дети и женщины. Чего только не добавляют на фабриках к табачному сену. И все для того, чтобы обмануть организм. Сделать вкус дыма менее тошнотворным. Алкоголь разливается по таре разнообразных размеров. Не хватает на большую дозу? Не беда, есть емкости поменьше. В 90-е годы в нашей стране началась свободная продажа одноразовых шприцев. Это сразу же обеспечило широкую доступность интоксикантов ускоренного поражения. Увеличивается время продажи алкогольного и табачного яда. Количество торговых точек, где их можно приобрести. Растет и уровень самоотравления. Но сделать так, чтобы отрава была физически доступной, недостаточно. Нужно таким образом выстроить потоки информации в обществе, чтобы человек стремился к интоксикантам. Второй столб матрицы самоотравления – постоянное программирование населения. Оно начинается с семьи. Сложно переоценить мощь этого воздействия на детское сознание. Программируют людей предметы и сооружения, связанные с самоотравлением. Это и сосуды для ритуального алкогольного самоубийства. Пепельницы, штопоры, бары и пивные. Все эти вещи, такие привычные, укрепляют мысль о нормальности алкогольного и табачного самоуничтожения. Новые покупатели яда должны быть подготовлены как можно раньше. Для этого выпускаются игрушки и другая особая продукция. Например, детское шампанское. Привыкайте, ребятки. Отрабатывайте ритуалы в играх. Из этой же серии конфеты и жвачки в виде табачных изделий, игрушечные рюмки, бутылки в наборах для кукол. И самое главное, давление в средствах массовой информации не должно прекращаться. Людей необходимо все время обманывать, толкать к самоотравлению и удерживать в этом неестественном состоянии. Разберем основные приемы программирования. Ядро программирования – так называемая теория культурного, умеренного питья. У этой идеологии, внедренной в жизнь нашего общества, три догмы. Первое – этиловый спирт, пища. Это зафиксировано даже в законах нашей страны, вопреки всему опыту и знаниям человечества. Вопреки тому, что из всех отравлений с летальным исходом самое распространенное – отравление этанолом. Алкоголь, пища и все тут. Догма внедрена в умы большинства людей, несмотря на явное несоответствие здравому смыслу. Какая еще еда вызывает такие же тяжелые социальные последствия? Может быть, переедание яблок становится причиной ДТП? Или, поев хлеба, люди совершают насильственные преступления, хулиганят, теряют контроль над собой и попадают в несчастные случаи? Еще в 1915 году на Пироговском съезде врачей русские медики вынесли резолюцию – алкоголь не может быть отнесен к питательным средствам, с чем необходимо ознакомить население. Второй постулат теории культурного умеренного питья вытекает из первого. Если алкоголь – пищевой продукт, то у него должна быть мера. На что работает эта догма? Она успокаивает отравляющихся, убаюкивает их. Редко говорят о том, что любая доза алкогольного яда наносит вред человеку, семье и обществу. Молчат и о том, что доза имеет тенденцию расти. Миф о мере для носителей корыстных интересов является возможностью снять с себя ответственность за все последствия самоотравления. Когда у человека возникают какие-то проблемы с алкоголем, всегда можно сказать – сам виноват, меры не знает. Если вы начнете искать информацию о безопасной дозе алкогольного яда для организма, то найдете самые разные данные и никакой точной формулы, по которой такую дозу можно было бы вычислить. Да и как часто вы видели, чтобы люди отмеряли себе спиртные изделия за столом – мензуркой? А на запрос о безопасной дозе этанола в Минздраве ответили так – официально утвержденных норм безвредного употребления алкоголя не существует. Третья догма – алкоголь должен быть качественным. Миф о качестве алкогольных ядов также усыпляет бдительность отравляющегося человека, позволяет спихнуть возникающие у людей неприятности на плохое качество изделий, которые они в себя вливают. Вряд ли можно заподозрить, что французский россиянин Депардье отравляет себя спиртными изделиями низкого качества. Но это не мешает ему регулярно попадать в скандалы, связанные с алкоголем. Ах, ну да, конечно. Вся беда в том, что он не знает меры. Смотрите, как удобно. Всегда можно сослаться или на отсутствие меры, или на плохое качество. Не знает меры – плохое качество. Не знает меры – плохое качество. А еще качественные алкогольные яды продаются дороже. По сути, все алкогольные изделия лишь по-разному замаскированы спирт. Это один и тот же яд в разных формах. Но в зависимости от раскрученности торговой марки, цена этанола может доходить до десятков, а то и сотен тысяч долларов. Теория культурного умеренного самоотравления ставит человека перед ложным выбором. Травись культурно, качественными спиртными ядами и в меру. Учи этому своих детей. Иначе станешь алкоголиком. Трезвость, как естественное состояние человека, замалчивается. Если не удается ее замолчать, то она высмеивается или подается, как аномалия. Те, кого называют культурно пьющими, выполняют важнейшую работу для носителей корыстных интересов. На них ориентируются дети, с них берут пример. Они – живая реклама, живое оправдание этого занятия. Средства массовой информации постоянно передают постулаты теории культурного умеренного питья. Это методичная бомбардировка сознания. Через фильмы, сериалы, телевизионные передачи и статьи. Мы проанализировали новогодний номер одной из популярных российских газет. Алкоголь в нейтральном, положительном или юмористическом ключе упоминается десятки раз. На страницах издания даже главный нарколог страны учит, как правильно отравлять себя. Частое повторение и словами, и образами – один из важнейших приемов программирования. В разных вариациях и в разных источниках информации. Если какую-то ложь повторять тысячу раз, то человек невольно начинает считать ее правдой. Ведь люди вокруг в основном тоже обманутые. Они тоже этой лжи не сопротивляются, соглашаются с ней. Нам пора говорить про еду. Всегда покупайте алкоголь только в магазине государственном, в лицензированном, у которого есть лицензия на торговлю алкоголем. А на самой бутылке… Должна быть акцизная марка. Да. Строго. Если ее нет, нельзя брать. Ну и, естественно, внешний вид, то есть все должно быть… Прилично. Прилично. Есть возовская норма употребления алкоголя 2 литра абсолютного спирта в год. Это… А, в год? Это примерно 10 бутылок водки. Ну, считается, что 30 миллилитров в день безопасно. Лечебной дозы или безобидной дозы, в общем, не существует. Но нейтральная, которая вам особо не навредит, 112 грамм чистого алкоголя в неделю. Понятно. То есть приблизительно это рюмка в день. 112 в неделю. 112 в неделю. И точка. Скорее всего, не повредит. Другое орудие программирования – и юмор на тему интоксикантов. Неисчислимый горе и утраты людей, связанные с отравой. А в телеэфире бесконечные вереницы идут монологи хохмачей и забавные сцены с участием нетрезвых персонажей. В газетах анекдоты, шутки и прибаутки. Отравленные киногерои попадают в захватывающие веселые приключения, которые всегда хорошо заканчиваются. Посмеялись, и в психике отложилось. Самоотравление – безобидное, безопасное занятие. Юмор примеряет нас со злом. Нам песня «Строить и жить» помогает пели когда-то. Однако посылы у песенного искусства могут быть и разрушительными. Сколько куплетов спета о водке и пиве. О том, что все не так уж плохо, если есть в кармане пачка табачного яда. С призывом отравиться за любовь и за тех, кто в море. Песня – мощный инструмент программирования. Реки и моря, проливы, Сколько от них вреда. Губит людей не пиво, Губит людей вода. Возвращаюсь раз под вечер, Окурившись кашиша, Жизнь становится прекрасна И безумно хороша. Иду Курю Русская водка, Черный хлеб, селедка, Весело, веселье, Тяжело похмелье. Эй, пиво! Эй, пиво! Эй, пиво! Эй, пиво, пиво, пиво! Снова стою одна, Снова курю, мама, Снова. Ну-ка, мечи, стакан на стол, Ну-ка, мечи, стакан на стол, Ну-ка, мечи, стакан на стол И прочую посуду. Все говорят, что пить нельзя, Все говорят, что пить нельзя, Все говорят, что пить нельзя, Я говорю, что буду Пить, 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 пить. Я говорю, что буду Почему ты используешь в клипах шампанское и алкоголь, если ты не пьешь, на самом деле? Ну, вопрос очень понятный и понятный ответ. Есть такая вещь, как продукт-плейсмент. В гугле забейте, что такое продукт-плейсмент, и получите четкий ответ на этот вопрос. Человек склонен к подражанию. Это одно из естественных наших свойств. В детстве мы подражаем взрослым из нашего окружения, старшим братьям и сестрам. Позднее – звездам кино и эстрады. Люди копируют их прически, манеры, одежду. Популярная авторитетная личность с отравой в руке оказывает сильнейший программирующий эффект на общество. Люди видят, что политики, артисты, спортсмены и ученые отравляют себя. Народ следует за своими кумирами и вождями. Тема продолжения рода, отношений мужчины и женщины – одна из самых волнительных и притягательных. Носители корыстных интересов охотно используют ее для программирования. Отрава стала символом романтики, атрибутом интимной атмосферы. А в жизни как? Сколько семей разрушил алкоголь? Сколько ребятишек стали сиротами, потому что их родители отравлены и заботиться о потомстве не могут? Десятки тысяч детей рождаются с патологиями по той же причине. Папа и мама думали, что травят только себя, а били по здоровью еще не родившегося малыша. Огромным программирующим воздействием обладает язык. Давайте посмотрим на то, как программирование происходит через обычные слова, которые мы используем. При слове «курить» у многих в голове возникает романтический образ. Красивые клубы дыма, расслабленность, обаятельные литературные и киногерои. А теперь назовем это явление своим именем. Курить значит отравляться табаком. Это значит умереть от инфаркта, инсульта или рака легких. Это значит сократить свою жизнь, да еще и заплатить за самоубийство собственными деньгами. Словая словосочетание «пить», «употреблять алкоголь», «алкогольные напитки» укореняют в сознании ложную установку. Алкоголь – пища. Если быть точным, то пить и употреблять алкоголь – значит отравлять себя этанолом. Напитка может быть лишь жидкость не ядовитая. Значит, это не алкогольные напитки, а спиртные изделия, алкогольные яды. Разберем предупреждение «чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью». Какую ложную установку оно закладывает? Если есть чрезмерное самоотравление, то выходит, что бывает самоотравление не чрезмерное и безвредное. Но это ложь. Любая доза этанола наносит человеку вред, как бы мала она ни была. Людям выворачивают сознание. Черное выставляют белым, а белое – черным. Очень часто привычку отравляться выдают за свободу. Представьте, что на улице к вам подойдут с таким предложением. Хотите поработать на вредном химическом производстве? Будете ежедневно дышать ядовитым дымом. Работать придется без выходных. И платить мы не собираемся. Вы сами регулярно будете отдавать нам свои деньги. Никаких льгот, больничных, отпусков. Никаких записей в трудовую книжку. Увольнение по факту смерти и без компенсации. Многие бы из вас согласились на такую каторгу. В России нашлось 44 миллиона, желающих убивать себя табаком и платить за это из своего кармана. Отравляющиеся алкоголем ежегодно отдают ядоторговцам триллионы рублей. А на что эти деньги уходят? На приобретение бед, болезней и сокращение собственной жизни. Ну и где здесь свобода? Из человека делают марионетку. Марионетку, которая выполняет чужую, злую волю. Сегодня борцы с алкоголем устроили митинг в Пиромайском сквере. Активисты возмущены поправками, которые разрешают продажу спиртного возле школ и университетов, а также в зданиях, занимаемых больницами. Изменения касаются заведений общественного питания. Торговать алкоголем могут кафе и рестораны, если они имеют отдельный вход, который находится на расстоянии 25 метров от входа в больницу. Отнимание трезвости несет человечеству множество несчастий. И в людях постоянно зреет недовольство. Носители корыстных интересов не хотят, чтобы это недовольство привело к искоренению самоотравления. Поэтому они подбрасывают обществу ложные цели для действий. Борьба со злом – их излюбленный метод. Предлагается не искоренять самоотравление, а до бесконечности бороться с его последствиями. Например, призывают к борьбе с пьянством и алкоголизмом. При этом по умолчанию культурное, умеренное самоотравление остается приемлемым явлением. Программирование вовсе уходит из поля зрения. Все так называемые пьяницы и алкоголики – это бывшие трезвенники. Они пришли к своему состоянию, потому что их учили отравляться. Усилия общества направляются на борьбу с нелегальным алкоголем. Но если бы не было традиции самоотравления этанолом и его легализованной продажи, не возникала бы проблема суррогатов и контрафактных спиртных изделий. И в легальной и нелегальной алкогольной продукции яд один и тот же – этанол. Зачастую нелегальная водка произведена на том же заводе, что и легально. И ничем от нее не отличается. Так что все это лишь отвлечение внимания. Когда человек живет трезво, он не вредит себе никакой алкогольной отравы. Его вообще перестает волновать качество алкогольных ядов. Предлагается бороться с продажей спиртных изделий несовершеннолетним. Безусловно, отравлять детей – занятие особенно мерзкое. А взрослых по такой логике травить можно? Снова по умолчанию выходит, что так. Освобождать от самоотравления нужно все общество. Дети перестанут приобщаться к яду, стремиться к нему, когда поменяется отношение к отраве у взрослых, когда будет остановлено программирование. Все интоксиканты производятся лишь для того, чтобы грабить, отуплять и убивать людей. Когда в обществе и взрослые, и дети будут одинаково хорошо это понимать, исчезнет и проблема. А до тех пор подобные знаки – лучшая реклама алкоголя. Они создают эффект запретного плода. Вот почему дети и подростки стремятся поскорее начать травиться. Ведь в общественное сознание плотно вбито. Алкоголь – важнейший атрибут взрослой жизни. Травишься – значит ты взрослый. Отдельно предлагают противодействовать нелегальным интоксикантам. Снова за кадром остается отнимание трезвости. Легальные интоксиканты при таком подходе – нечто допустимое и приемлемое. Люди не видят прямой связи между нелегальными и легальными ядами. В большинстве случаев запрограммированный человек сначала пробует алкоголь и табак. А уже имея этот опыт, переходит к другой отраве – нелегальной. Все это можно сравнить с поездом. Локомотив в нем – алкоголь и табак. Вся прочая отрава идет прицепом. Следующий прием – называть ложные причины, по которым люди отравляются интоксикантами. Давайте проанализируем некоторые такие посылы. Ложь. Люди травятся из-за бедности. Правда. Убивают себя интоксикантами люди разного достатка и социального положения. Есть страны более бедные, чем Россия. Однако жители их не так отравлены. Бедность усугубляет положение, в котором оказывается человек. Но не она заставляет его травиться, а программа. Ложь. Отравляться заставляет недостаток культуры, воспитания, образования и воли. Правда. Травятся и аристократы, и ученые, и великие писатели. Программа самоотравления может завладеть любым человеком. И умным, и талантливым, и волевым. Отравляющийся вовсе не безволен. Тому, кто уничтожает себя героином, ежедневно нужно вставать с постели, искать деньги на дозу. Этот жесткий режим иногда справедливо сравнивают с режимом работы менеджера. Воля у отравленного есть. Но она захвачена программой и направляется против самого человека. Ложь. Люди травят себя из-за психологических проблем. Из-за проблем в семье, коллективе, из-за собственных внутренних комплексов. Правда. Человек прибегает к отраве, потому что так его запрограммировали. Ему внушали, что в определенных ситуациях, первый блок программы, нужно искать в яде утешение. Второй блок программы – эмоциональный. Был трудный день? Устал? Отравись. Поссорился с близким человеком? Отравись. Вот решение. Не сами по себе проблемы и сложности толкают человека к отраве, а программа. Ну и разве жизнь не показывает, что интоксиканты – не помощники? Это только в кино яд становится причиной прекрасной встречи. В жизни отрава разрушает судьбы и разделяет людей. Любые проблемы только усугубляются. Человек лишается главного, ясного разумения, трезвого ума. А они-то как раз и нужны ему, чтобы разобраться со своими бедами. Ложь. Люди травятся, потому что не занимаются физкультурой и спортом. Правда. Периодически спортивный мир сотрясают скандалы, связанные с интоксикантами. Спортсмены живут в том же обществе. Их также программируют. Они попадают в те же информационные ловушки. Скажем так. Стакан сухого красного вина только полезен. К тому же носители корыстных интересов давно оседлали спорт. Атлеты участвуют в рекламе алкогольных изделий. Мы видим, как спортсмены празднуют свои победы с алкогольной, а порой и табачной отравой. Что может быть лучше и пропагандой интоксикантов? Недаром пивные компании любят размещать свою рекламу во время трансляции футбольных и хоккейных матчей. Ну а пиво давно сделали атрибутом болельщика. Ложь. Алкоголизм и наркомания. Болезни. Есть даже раздел медицины, называемый наркологией. Правда. Алкоголизм и наркомания болезни странные. Доктора зачастую справиться с ними не способны. Но под угрозой потери работы, здоровья или семьи человек иногда перестает травить себя. Попадает в группу поддержки, меняет образ жизни и происходит чудо. Какая странная болезнь. Сравните с дизентерией. Приходят к пациенту и говорят. Заканчивай с диареей или от тебя уйдет жена, с работы выгонят. Выздоровеет от такого воздействия человек? Нет, конечно. Нужны медикаменты, лечение. А наркомания и алкоголизм у многих людей странным образом проходят без лекарств. И потом, если это болезнь, то тем, кто в запое, должны давать оплачиваемый больничный. Но таких людей чаще выгоняют с работы. И уж тем более не является нетрезвое состояние смягчающим вину обстоятельством, когда человек совершил преступление. А почему? Ведь больного надо лечить, а не наказывать. Если это и болезнь, то в первую очередь информационная. Не программируйте людей, не загружайте вирус в их умы. И болеть никто не будет. Травиться или не травиться Это личное дело самого человека. В конце концов, это его жизнь. Как ей распоряжаться, ему решать? О том, что трезвость отнимается с помощью обмана и манипуляций, мы уже говорили. Сейчас давайте подумаем, насколько это личное дело. 80% населения нашей страны подвергается пассивному табачному отравлению. Люди вынуждены дышать отравленным воздухом дома, в лифте и подъезде, на работе и на улице. Интоксиканты резко снижают уровень безопасности в обществе. Тысячи аварий на дорогах происходят по вине нетрезвых водителей. Алкоголь и героин – извечные спутники преступности в нашей стране. Нетрезвые люди всегда представляют угрозу для благополучия и здоровья окружающих. К тому же это наши родные, близкие, друзья. Каждый год один миллион наших сограждан умирает от недугов и несчастных случаев, спровоцированных отравой. И эта боль не проходит бесследно. Она подтачивает дух народа. Это горе, слезы и разлуки. Если у вас производство, то отравляющийся работник всегда риск для вашего предприятия. Вы не можете полностью положиться на такого сотрудника. Он может подвести, не выйти на работу, совершить ошибку или довести дело до аварии. Выдающийся промышленник Генри Форд своим рабочим трезвенником выплачивал отдельную премию. Он прекрасно понимал, трезвый сотрудник продуктивнее и надежнее. В нашей стране подавляющее большинство граждан травится алкоголем. Десятки миллионов человек убивают себя табаком. Миллионы – интоксикантами ускоренного поражения. Может ли такое общество быть здоровым, успешным и счастливым? Только преступления, совершенные в состоянии алкогольной интоксикации, составили почти треть от всех расследованных в 2015 году. Алкоголь, табак и прочие яды даже в малых дозах разрушают совесть, подтачивают нравственность, снижают все качественные показатели населения. От этого в итоге страдает все общество. Расплачиваемся все мы. То, что самоубийственные привычки человека – личное дело, циничная и бессовестная ложь. Другая внедряемая мысль – все в мире травятся чем-то. Примерно две трети населения планеты живут в странах, где самоотравление распространено гораздо меньше, чем в России. Во многих государствах действуют законы, так или иначе защищающие трезвость. Даже в нашей стране есть регион, который выбивается из общей печальной статистики – Чеченская республика. Продажа алкоголя здесь сильно ограничена. В 2015 году в Чечне не было ни одного алкогольного отравления с летальным исходом. В республике самая высокая в стране рождаемость. А грозный в рейтинге безопасности городов России занял первую строчку. Еще одна деструктивная идея, которая подбрасывается в умы наших граждан – «Бесполезны любые меры. Это неодолимое зло». Тоже неправда. В 1914 году народу Российской империи удалось добиться прекращения продажи водки в стране. Уровень самоотравления алкоголем в России упал с 4,5 литров почти до нуля. Результаты были потрясающи. Пошла на убыль преступность. Особенно насильственная. Опустили места лишения свободы. Например, в Петербурге две из трех тюрем пришлось закрыть. Практически прекратилось поступление новых больных в психиатрические лечебницы. Богатели граждане. Увеличивались вклады в сберкассы. Народ потянулся в театры и библиотеки. Без алкогольного груза люди начали жить куда более полноценно. Ни народ в 1925 году вернул продажу спиртных изделий. Это сделали власти. Если не только сокращать доступность ядов, но и вести широкую просветительскую работу, прекратить программирование, то результат будет обязательно. Человеческое сознание очень подвижно. При грамотно организованной информационной кампании за два-три года отношение к трезвости в обществе изменится кардинально. Вино является, ну и водка, является естественным, вполне составляющим культуры. И, конечно, мы от этого никуда уж абсолютно не уйдем. Он был, есть и в какой-то мере, конечно, будет. Надеяться на то, что мы вообще вдруг станем весь мир трезвенниками, ну я в это не... Следующий мем. Это такая традиция. Это было и будет всегда. Люди все равно будут передавать обычаи самоотравления из поколения в поколение. Традиции самоотравления никогда не появляются сами собой. Табак впервые был завезен в Россию английскими купцами в конце 16 века. За его хранение строго наказывали и даже могли приговорить к смертной казни. Так продолжалось до Петра Первого, который начал насаждать эту вредную привычку. Табак был легализован его именным указом. Не сами люди вдруг захотели себя травить. Было решение властей, было внедрение. Оно шло веками, и в итоге носители корыстных интересов сумели превратить Россию в самую отравленную табаком страну. Также внедрялся и алкоголь. Водка – не русское изобретение. А промышленное производство этой отравы началось лишь в 19 веке. Но долгое время русский народ был трезвее практически всех своих европейских соседей. Уровень самоотравления при царях никогда не поднимался выше 4,5 литров на душу населения. На русских свадьбах алкогольный яд жениху и невесте подавать было не принято. И уж тем более такое было невозможно у народов Российской империи, которые исповедовали ислам. А что сейчас? Яд в виде шампанского для молодых никого не удивляет в ЗАГСе. И травиться за упокой души усопшего для многих стало делом обыкновенным. Самоотравление, которое мы видим ежедневно и к которому привыкли, совсем еще недавно по историческим меркам не было нормой в России. Не было такой доступности алкогольной и табачной отравы. Не было никогда такой мощной пропаганды интоксикантов. Однако в информационном пространстве постоянно циркулирует ложь о том, что это наш усконный обычай. Да, Россия никогда не была страной абсолютно трезвой. Но уж точно исторически народы России были куда трезвее прочих европейцев. Лишь во второй половине 20 века ситуация начала меняться. Да и что? Традиция всегда хорошо? Всякие традиции нужно уважать и сохранять. У некоторых берманских племен есть обычай вытягивать женщинам шею с помощью специальных колец. В культуре папуасов ритуалы еще более дикие. Когда умирает кто-то из родственников, женщина всякий раз должна отрезать себе часть пальца, а мужчина обязан покалечить собственное ухо. Это фестиваль в Таиланде. Раз в год люди собираются вместе и протыкают себе щеки разными острыми предметами. Чем традиция убивать себя алкоголем и табаком лучше? Человек – заложник своей социальной природы. Мы можем передавать из поколения в поколение полезные навыки и умения, шедевры музыки и литературы, ремесла и знания. Но вместе с ними порой отправляем в будущее и наши заблуждения. Обычаи откровенно вредные, глупые, жестокие. Мы травимся алкоголем и табаком, потому что так принято, так надо, потому что все так делают. Это, увы, действительно стало нашей традицией. Но не для того ли дан человеку разум, чтобы от нелепых обычаев в своей жизни избавляться? Еще одна установка. Алкогольный и табачный бизнес нужны обществу. Хоть их товар вредный, но куда без него. К тому же это рабочие места и налоги. Ущерб от самоотравления алкоголем и табаком всегда многократно выше любой возможной выгоды. Но, конечно, носители корыстных интересов никогда в этом не сознаются. Паразиты будут лгать людям. Им важно, чтобы население, которое они грабят и убивают, не сомневалось в оправданности их смертоносной деятельности. Есть и свидетельства. Я обвиняю табачное лобби. Ко мне подходило табачное лобби где-то, может быть, лет шесть назад. Я им сказал, что я не курю. Мне сказали в ответ, что это не имеет значения. Табачные корпорации просят от меня всего лишь одной фразы, которую я должен ронять хотя бы один раз в месяц. Эта фраза должна быть такая. Курить, безусловно, вредно. Это ужасно. Но это уже устоявшаяся некая традиция. А главное, ребята, давайте подумаем о том, что это рабочие места. Все. Я должен был сказать такую фразу. За это мне предлагали лет шесть назад десять тысяч долларов в месяц. Абсолютное содержание. Просто десять тысяч долларов в месяц. За такую фразу. Одну в месяц. Я должен произносить, но это же рабочие места. Ну и последний козырь тех, кому выгодно самоотравление населения. Внедряется мысль о том, что интоксиканты – это кайф. Что бы вы ни делали, все равно люди будут стремиться к получению удовольствия с помощью самоотравления. Есть у психиатра Ханса Фикиайера книга. Называется она так. В ней норвежский специалист задается вопросом – что же такое кайф? В своей работе он приводит данные о множестве исследований и экспериментов. Эти данные ставят под сомнение существование химической эйфории. Многочисленные опросы показывают, что почти всегда первый прием марихуаны и других интоксикантов вызывает неприятные ощущения. Рядом с тем, кто начинает отравляться, как правило, находится более опытный человек. Он-то и подсказывает начинающему, что нужно к этим ощущениям привыкнуть, и тогда со временем появится кайф. Удовольствие крепко связано с ритуалами и психологической настройкой. Опытные курильщики марихуаны получали каннабис не обычным путем, а в виде экстракта. И хотя доза препарата была больше обычной, никакого кайфа не возникало. Не выполняется привычный ритуал, ломается настройка, удовольствия нет. И уж совсем любопытный результат получился в следующем эксперименте. Людям с большим опытом самоотравления каннабисом давали курить марихуан, но говорили, что это другое вещество. Снова не было никакой эйфории. Отдел обезболивающих препаратов Гарвардской медицинской школы фиксировал реакции пациентов на морфин. Только три человека из 386 назвали возникшие у них ощущения приятными. В журнале «Трезвость и культура» за октябрь 1987 года описываются похожие опыты с алкоголем. Опыт первый. Взрослым мужчинам вводили раствор этилового спирта внутривенно. Им не говорили, какое вещество введено, и просили описать свои ощущения. Все участники эксперимента заявили, что почувствовали лишь сонливость и тошноту. А вот другую группу испытуемых предупредили о том, что будет введен этанол. В этом случае отравленные вели себя так, как по их представлениям и должен вести себя человек в состоянии алкогольной интоксикации. Они начинали плоско шутить, старались показать окружающим, что им очень весело. Опыт второй. Большая группа подростков в возрасте от 14 до 18 лет впервые попробовала алкоголь. Их также попросили рассказать о своем состоянии. Описания были такие. Появилось жжение в пищеводе и желудке, стало подташнивать, появились позывы на рвоту. Расстроилось внимание, захотелось спать. Такое ощущение, будто ударили чем-то мягким по голове, как будто надышался угарным газом. Никто не ответил, что ему стало весело. Ни один подросток. Более того, все недоумевали, зачем вообще люди травятся, если это так противно. Все, что связано с интоксикантами, пронизано в нашем обществе ожиданиями кайфа. А человек – существо верующее. Вера и символы для него имеют огромное значение. Одни и те же предметы, как символы, могут вызывать абсолютно разные эмоции. Угостите салом украинца и правоверного мусульманина. Реакции будут сильно отличаться. Что для одного любимое блюдо национальной кухни, то для другого нечто запретное или даже оскорбительное. Алкоголь и табак стали символами отдыха, расслабления, праздника, торжества, интимного и дружеского общения, солидарности. Это вера. Вера, которая подкреплена всей культурой. Это убеждение, которое постоянно поддерживается всеми средствами информации. Даже на уроках профилактики вредных привычек детям рассказывают о том, какую эйфорию якобы должен испытывать человек от разных видов интоксикантов. По сути, такие уроки становятся программированием на самоотравление. Слово «наркотик» имеет оттенок значения «удовольствие». Само это слово уже настраивает психику на определенный лад, создает ожидания. Все интоксиканты – яды. И нет у них никаких особых свойств. Человека можно выдрессировать на самоотравление разными химикатами. Главное, чтобы яд не убивал сразу. Многие демонизируют алкоголь, табак, опиаты и другие вещества, которые люди приспособили для самоотравления. Но дело в программе, а не в веществе. Алкоголь – полезная техническая жидкость, отличное топливо, важное сырье в химической промышленности. Табак и мак – всего лишь растение. Вещество ни в чем не виновата. Проблема в уверенности запрограммированного человека в том, что интоксикация принесет ему счастье. Кайфа нет. Есть лишь отравление и его симптомы. Разве непохожие состояния возникают у больного, который бредит в лихорадке? Сознание сужено. Человек может вести себя неадекватно. Кому придет в голову назвать это состояние кайфом? Об отравленном человеке многие так думают. Он сейчас кайфует. Нас таким образом настроили. Нам прокачали веру в особые возможности интоксикантов. Кайф – это голый король. Фантом – иллюзия. Что за кайф, когда от человека остается лишь его тень? Где здесь удовольствие? В тошноте и горечи во рту? В болезненном состоянии на следующее утро? В рвоте? В потере сознания? В заторможенности и отуплении? В бессмысленной трате денег? А может, в проблемах, которые порождает самоотравление? Если честно признаться себе, кайфа нет. Есть капкан иллюзий, в который попадает запрограммированный и отравленный человек. Его сначала оглушают информационно, а потом под действием программы он глушит себя химически. В матрице самоотравления все настроено на то, чтобы склонить человека к яду. Много ли шансов сохранить естественную трезвость в таких условиях? Нас глубоко возмущают рассказы о рабстве прошлого. Но почти все в нашем обществе согласны с информационно-химической неволей, в которой держат миллионы отравляющихся людей. Мало кто видит это тонкое, изощренное принуждение. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова 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 Корректор А.Кулакова